У нас в студии гость есть. Давай пообщаемся. Да, с удовольствием. И мы сегодня будем говорить о теме, важной для каждой девушки, но не только для девушки, для мужчин. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в студии Марина Горбунова, тренер по фитнесу, чемпион Крыма. Кто, как не вы, может нам рассказать, поведать все тайны правильного питания? Да, доброе утро всем. Что могу сказать? Правильное питание начинается с чего? С правильной привычки, здорового образа жизни. Человек в целом целенаправлен на здоровый образ жизни тогда, когда он готов морально к тому, что надо высыпаться, что стоит уделить внимание своему здоровью, профилактике заболеваний и, конечно же, своей красоте. Ну вот зимой обычно, мы женщины, мы пытаемся согреться, немножечко поднабираем, но а как все-таки этого не сделать и какими продуктами, может быть, нужно обогатить свой рацион, чтобы все-таки, может быть, и вот это душевное какое-то тепло было, да, от того, что вкусно покушал, но при этом Наталье это не отпоразилось. Прекрасный вопрос. На самом деле, да, все верно. К зиме мы немножко, так скажем, набираем, да, для того, чтобы не замерзнуть. Что могу сказать? Даже в зимнее время мы можем найти продукты, как овощи, фрукты, да, зимнего, да, по сезону, так скажем. Это может быть цитрусы, это может быть овощи, да, которые стоит употреблять каждый день, желательно до основного приема пищи, да, то есть это будут там сложные углеводы, например, каши, мясо. С утра, днем, перекусы, то есть стараться пить чай с лимоном, стараться, то есть вкусовые свои рецепторы немножко баловать, почему мы кушаем излишки, да, то есть, так скажем, неправильные продукты, которые влияют в дальнейшем на наши сантиметры в талии. То есть, соответственно, стоит немножко себя взять в руки, не забываем о том, что холодно на улице, и можно посетить тренажерный зал, студию фитнеса, или, возможно, это будут танцы, любой активный образ жизни, соответственно. Скажите, пожалуйста, то есть получается, что мы набираем килограммы, стремясь удовлетворить свое чувство именно насыщения вкусом? Вкусом, да, на самом деле большинство, допустим, да, если брать девушек, да, я могу сказать, что это зависит от их настроения, от образа жизни, у нас сейчас 70% это офисные работники, да, и, соответственно, когда нет у нас эмоций, солнышко, да, то есть то, что нам дарит, позитивные эмоции, мы стараемся их найти, будь то в пище или там в напитках, допустим. В какой-нибудь вкусняшке, да? Вкусняшечке, какие-нибудь батончики. Есть правильные батончики на данный период времени, у нас есть правильная пища, есть только вкусняшек. Скажите, пожалуйста, ведь известно, что одна из самых таких лакомых деликатесов – это сладкое. Заменители сахара окажутся ли ядовитыми или можно их использовать? Знаете, что я вам хочу сказать, что в большом количестве, конечно, да, нежелательно. Но есть наш, да, то есть подсластители, такие как стевия растительного происхождения, которые тоже достаточно вкусно удовлетворят ваши потребности, да, в сахаре, так скажем. Из вкусняшек, которые продаются у нас в супермаркетах, в магазинах, всегда можно найти продукты питания, которые там, те же батончики. А вот эти батончики, я вот просто как-то читала, что есть просто с эмблемой спорт пи, да, вот еще какие-то, что они такие же, по сути, по калорийности, особой разницы нет. Но это правда нет? Что я могу сказать? Обратите внимание на этикетку, когда вы приобретаете очередной батончик, чтобы там не было сироп сахара или, например, каких-то, да, субстанций, то, что нам заменить или его в большом количестве. Очень внимательно смотрите состав. То есть сахара там не должно быть. Давайте прямо сейчас узнаем у симферопольцев, как они питаются зимой, чтобы быть в хорошей форме. Это, скорее всего, больше овощей, потому что мясо тяжело идет. Никак? Никак? Вообще никак. Вы не добавляете никаких ни овощей, ни фруктов? Нет, вообще никак. Апельсинов очень становится. Вот, больше не знаю. Все остальное не меняется, я думаю. Зимой больше фруктов и овощей. А какие конкретно? Больше яблоки, бананы, очень люблю именно капусту, брокколи. Не особо меняется рацион, что летом мы едим яблоки, что зимой яблоки едим. Наверное, больше витаминов, бананов, фруктов, короче говоря. Сезонных. Сезонных, да, которые больше хочется зимой. Едим морковку, капусту, яблоки. Девочки, что еще едим? Ну, конечно, без овсянки никуда на завтрак. Рацион мы стараемся не менять, придерживаться побольше фруктов, овощей. Вот такие. Зачем менять, если есть возможность. Мандарины, апельсины, бананы. В основном у нас закатки идут с зимой. Хорошо. Ну, бывает, хочется что-то мясное, а сало засаливаем. Прокомментируйте, пожалуйста, мнение симферопольцев. Что могу сказать? Я согласна с многими людьми насчет того, что надо добавлять витаминный комплекс, да? То есть еще, возможно, дополнительно зимой. Что могу сказать о мужчинах? Мужчины, когда вы говорите, что вы не едите овощи или фрукты, вы их едите. Когда вам супруга, любимый человек, войдет в обед, вы просто этого не замечаете. Кушайте больше фруктов, овощей. Это правда полезно. Клещатка выводит лишний шлак из нашего организма. Яблоки, бананы – прекрасно. Ешьте на здоровье. Скажите, пожалуйста, извините, перебью. Известно, что вот есть такая методика похудения. Это, скажем так, доминирование в пище именно белковых нутриентов. И мясо, в частности, вот сейчас куриная грудка, по-моему, самый ходовой товар. Но вопрос мой в следующем. Существуют растительные заменители белков, то есть соевый белок. Может ли он быть заменителем, скажем, животного происхождения белков? Хороший вопрос. На самом деле мы недавно тоже обсуждали эту тему, как соевый протеин или сывороточный протеин. И, вы знаете, есть много исследований, которые доказывают то, что соевый протеин, да, то есть как и растительного происхождения белок, да, в какой-то степени может заменить зависимости, да, от вашего организма. Но увлекаться им как основой полагающей, да, то есть белковой пищи, я думаю, что не стоит. Все равно животные, да, белок, он более насыщает, он все-таки не дает нашим мышцам разрушиться. Ну, моя рекомендация все-таки употреблять. Но соевый протеин не могу сказать, что является плохим аналогом. То есть все зависит от вашего организма. А дальше уже решается сами. Дело индивидуально, да, в общем. Очень индивидуально. А вот тоже бытует мнение, знаю, что очень много женщин пытаются просто не есть после шести. Это экстремальное похудение, экстремальная диета, которая влияет как и на психическое состояние человека, так и на нервную систему, и своего результата они не достигнут. Есть для меня, например, вообще три способа, как плавно уйти на правильное питание. Ну, очень часто это обсуждается в многих спортивных, да, так скажем, лекциях. Первое – это убрать просто то, что не нужно нам в рационе. Сладкое, мочное, быстрые углеводы, которые, ну, добавляют наши сантиметры в талии. Даже когда хочется вообще? Ну, как вам сказать, если вы придерживаетесь правильного питания, вы находите аналоги, опять же. Но это не значит, что вы придете на день рождения и не захотите съесть там тирамису или какой-то вкусный-вкусный тортик, который, да, будет на праздновании. Можно, но надо понимать, что, значит, это был один день. В неделю, когда вы себе можете позволить, да, то есть, так скажем, насладиться таким вкусом. Поверьте, на самом деле, если вы будете насыщаться простой едой, которая у вас будет в рационе каждый день, вы сможете, ну, держать себя в руках, и это не будет для вас сложно. Вы, наоборот, захотите поесть, да, больше фруктов, овощей. Ну, к сожалению, заканчивается время. Последний вопрос задам вам. Сладкое все-таки без него никуда. Конечно. Повторный мой вопрос, возвращаясь к этой теме. И известно, что очень часто рекомендуют употреблять сухофрукты. В частности, там, например, хочется сладенького, вот, сушеный инжир. Но сушеный инжир, по сути, это же клетчатка, напитанная сахаром. По калорийности это как ракетное топливо. Могут ли быть сухофрукты заменителем сладостей? В целом, конечно, да, только в умеренном количестве. Очень многие не знают меру. Они видят, да, руки загребущие, так скажем, глаза заведущие. Да, знаете, меру можно добавить это с утра в овсяную кашу, это можно быть перекус пару штук. Да, но желательно, то есть придерживаться все равно. Можно заменить и даже нужно заменить. Это лучше, чем килограмм зефира или упаковка, так скажем, конфет. Спасибо большое. У нас в гостях Марина Горбунова, тренер, чемпион Крыма по фитнесу. Большое вам спасибо за увлекательный рассказ.